Привет! Игромания на связи, жмёт твою мужественную руку и готовится рассказать тебе актуальные игровые новости. Сегодня в выпуске. Новый центр развития российской игровой индустрии. Ubisoft хочет кому-то продаться, но все над ней только смеются. Microsoft снова проиграла Sony, а Дракман решил позаимствовать идеи у Elden Ring. Об этом и многом другом прямо сейчас. Весь мир меняется, причем так быстро, что только успевай за этими переменами следить. Например, давно ли ты заходил на Дзен? За всю историю Дзен собрал огромное количество самого разнообразного контента. От игры, музыки до истории и науки. А выбрать из всего этого интересные лично тебе материалы поможет обновленная система рекомендаций. Ну а центром всех изменений стало новое мобильное приложение, которое позволяет собрать воедино абсолютно все форматы. Длинные видео, вертикальные ролики, короткие посты и лонгриды. Можешь сам заценить его, скачав по ссылке в описании. И кто знает, может быть, благодаря умным алгоритмам приложения ты тоже сумеешь найти свой Дзен? Компания ВК становится центром развития российской игровой индустрии. Напомню, что в прошлом году она начала разработку игрового движка и запустила вполне серьезный аналог Стима. Сервис ВК-плей, в котором уже сейчас находится 13 тысяч игроков. А в этом году она готовится инвестировать в российские студии 300 миллионов рублей. Сумма небольшая, так что блокбастеров от этой программы ждать не стоит. Издатель собирается вкладывать деньги в небольшие проекты с коротким сроком разработки. Как известно, российским компаниям стало сложно получать доход из зарубежных рынков. Поэтому теперь руководство рассчитывает в первую очередь на российских игроков. А на наши с вами деньги крупный проект, увы, окупить не получится. Впрочем, без блокбастеров нас, похоже, тоже не оставят. Глава сервиса ВК-плей таинственно намекнул, что амбиции у них очень большие. И что уже в этом году стоит ждать неких громких анонсов. Возможно, речь идет о размещении на площадке популярных западных игр. У издательства Ubisoft большие проблемы. Когда-то ее пытались купить, но она отказывалась. А теперь вот сама ищет покупателя. Но если верить инсайдеру Джеффу Грабу, над ее предложениями только смеются. Слишком уж она стала большой, а переплачивать за ненужные активы никто не хочет. И, возможно, именно поэтому издательство решило сесть на строкую диету и сбросить лишний жирок. Там начали увольнять сотрудников, сокращать расходы и отменили сразу три неанонсированные игры. И это вдобавок к тем четырем, которые отменили еще летом. А заодно в шестой раз перенесли пиратский экшен Skull and Bones. Провалов и подмоченной репутации компании сейчас совсем не нужно. Похоже, Ubisoft уже не верит, что сингапурская студия сможет самостоятельно закончить игру. Поэтому направила ей на помощь команду ветеранов из парижской штаб-квартиры. Все эти сокращения позволили издателю сократить расходы на полмиллиарда долларов. И еще более двухсот миллионов оно сэкономит в следующие пару лет. В общем, теперь главная задача компании – похудеть, прихорошиться и найти себе богатого покупателя. Сериал The Last of Us выходит 15 января, но критики его уже посмотрели и остались в полном восторге. Средняя оценка на мета-критики составила 84 балла. Впрочем, оценки в наше время вещь ненадежная, поэтому фанаты все еще остаются настороже. Например, некоторых не устраивают непохожие на своих прототипов актеры. Хотя сами создатели сериала этим даже гордятся. Мол, мы вместе с актерами не копировали игру, а создавали собственные образы. Тем временем Нил Дракман, который, если верить слухам, занят созданием третьей части The Last of Us, рассказал, что поиграл в Элден Ринг. И ему внезапно очень понравилось. И речь не в геймплее, а о том, как игра раскрывает мир и сюжет через окружение. Там не мучают игроков катсценами и диалогами, не водят их за ручку и позволяют разобраться во всем самостоятельно. Возможно, Дракман возьмет этот прием на вооружение. Хотя и согласен, что понравится он далеко не всем. Если еще не забыл, в конце того года Sony и Microsoft начали соревноваться. А кто из них самый бедный и несчастный? И для этого даже отказались делать анонсы своих эксклюзивов. В итоге Microsoft состязание все-таки проиграло. 25 января она проведет большую презентацию, на которой покажет Redfall, Forza Motorsport, Minecraft Legends и другие игры. А вот Starfield там, увы, не появится. Ему посвятят отдельную презентацию. А еще Microsoft может анонсировать появление на Xbox подписки Ubisoft Plus. То, что рано или поздно это случится, было известно давно. Но только сейчас дата майнера обнаружили, что многие игры Ubisoft в магазине Xbox обзавелись ярлыками бесплатно. Недавно вышла новая карточная игра про покемонов. Очень крутая, красивая. В магазине была поддержка модных NFT. А минус был всего один. Игры на самом деле не существовало. А ее сайт был запущен злобными хакерами и являлся рассадником вирусов. Так что будь осторожнее. Коварность мошенников не имеет пределов. Сколько может длиться спидран? Секунды? Минуты? Один товарищ решил за спидрань Diablo 3. Были опасения, что на это может уйти до 20 часов. Но оказалось, все не так страшно. Уже спустя 2000 часов он получил до 80% всего контента. Так что финал спидрана, похоже, уже не за горами. Разработчики MechWarrior 5 объявили о том, что уже работают над новой игрой серии. Это сюжетный проект, который создается на тех же технологиях, что и пятая часть. Анонс должен состояться уже осенью. А вот релиз, возможно, задержится до 2025 года. У Cyberpunk 2077 круглый юбилей 10 января исполнилось 10 лет с момента выхода самого первого трейлера игры. За это время изменилась и игра. И студия, и мир. Да и мы с вами уже далеко не те. И еще одно напоминание о том, как быстро летит время. В этом году выйдет немало крупных игр. Но аналитики считают, что рекордсменом по продаже может неожиданно оказаться Hogwarts Legacy. В Steam она уже опередила Starfield и Stalker 2, став самой желаемой игрой. Да и на консолях тоже пользуется просто невероятным спросом. Так что, возможно, в битве за титул игры года она устроит всем конкурентам полную авадокедавру. Вы хотите открыть свой зоомагазин? Или, быть может, у вас лучшие бургеры в городе? А, вы держите дом ужасов, но посетители недостаточно пугаются после посещения, поэтому ваш бизнес висит на волоске? Отлично! Этот комедий-пранк реалити-сериал точно для вас. В общем, это просто чудесный, несколько абсурдный, но безумно талантливый сериал, который был срежиссирован Нейтаном Филдером, канадским комиком и мастером неловких ситуаций. Он явился также и сценаристом, и, соответственно, главным актером, и героем сериала. В общем, и швец, и жнец, и на дуде игрец. Здесь он выступает в роли успешнейшего бизнес-консультанта всех времен народов, топ-менеджером вашего успеха, автономным генератором гениальных идей и просто крепким профессионалом. Он помогает бизнесменам любой оснастки оставаться на плаву в жестоком мире конкуренции, делать деньги и привык брать риски на себя. Вот такой молодец. Нейтан сохраняет невозмутимость в любой, даже самый патовый момент. Так что, если вашему малому бизнесу нужна помощь, Нейтан уже услышал, и у него есть план. Короче, это безумно угарное шоу. Смотри обязательно. И увидимся уже завтра. Береги себя и свою психику. И пока.